Свои двери для курсантов Самарский кадетский корпус МВД России открыл меньше года назад. Сейчас здесь получают знания и учатся офицерской дисциплине 100 кадетов. Профессиональные педагоги на протяжении 7 лет будут растить из мальчишек будущих полицейских. Для некоторых из воспитанников кадетский корпус стал родным домом. Я надеюсь, что через 7 лет мы их выпустим все до единого. Все они поступят в образовательную организацию высшего профессионального образования системы МВД обязательно, в академии. В этом году учебные заведения будут набирать новую партию кадетов. Их количество планируют увеличить до 150, а к 2017-му до 350 человек. По словам председателя Самарской городской думы Александра Фетисова, в первую очередь обучение здесь закладывает в ребятах фундамент патриотического воспитания. То, что в них здесь закладывается, это не только знания, а это ответственность. Ответственность за свою семью, за свою малую родину, за свою страну. В ближайшем будущем здесь построят новый спальный корпус. Средства из федерального бюджета на эти цели уже сформированы. Новые четырехэтажные здания появятся на месте старого, аварийного. Комнаты, оборудованные санузлом, телевизором будут рассчитаны на два их проживающих. Что касается обучения, уроки и тренировки проходят в помещениях Центра профподготовки Главного управления МВД. Мы, проектируясь, задумывая создание корпуса здесь, исходили в том числе из этого, из того, чтобы создать единый кулак там, где рядом бок о бок учатся и занимаются как будущие полицейские, так и те, кто уже по праву носит погоны. Когда есть общность взглядов, когда есть общий организм, мы будем, как уже говорили с Александром Алексеевичем и с коллективом кадетского корпуса, неразрывны. И все трудности преодолеем. Пока руководители и офицеры обсуждали планы на будущее, кадеты продолжали грызть гранит науки за партами. Ведь многие из них уже сейчас понимают, через какие-то 10 лет им предстоит нести ответственность за безопасность жителей Самарской области, а может быть и всей страны. Павел Бимаков, Дмитрий Мешканцов. События.